слава украине привет всем от полонского доброе утро россия продолжает свое наступление в донецкой области причем продолжает такое знаете наступление как будто вот ну последний последний раз в жизни вот просто поставлена на на карту все и это абсолютно очевидно то есть они гонят такое количество сейчас шмобиков на штурмы на мясные что просто конечно только диву даешься как можно так уничтожать свою собственную армию но расисты это делать умеет им это нравится в принципе вот эти вот людоедские традиции они у них со времен второй мировой войны да и вот сейчас смотрите что происходит у них не хватает уже лишнего состава я за этот еще раз говорил они собственно бросают в бой абсолютно всех кого можно а по технике там отдельная песня танков не хватает бмп бтр в не хватает это только на донецкую область на все остальное там отдельная песня да но вот сошкрябывает все что можно и иногда пытаются построить какие-то совершенно сумасшедшие пепелации которые с их точки зрения ну пепелации в стиле знаете поздней германии сорок четвертого сорок пятого годов во время второй мировой войны когда у фюреров точнее у инженеров фюрера в больной голове там приходили в голову всякие гибриды танки типа мышонок весом 180 тонн и так далее и вот это все как говорится она и у расистов на сегодняшний день тоже самое посмотрите что происходит значит они я уже миномета это тоже не миномет это бомбомета в котором значит с кораблей бомбят подводные лодки у которого дальность действия всего-то там полтора километра но они сделали из него типа замену скажите мне граду с дальностью действия полтора километра конечно она уничтожается сразу же но вот одно одно то что одно то что они пытаются это все сделать да и пытаются каких-то монстров Это просто по-другому, как монстром не назовешь. Пытаются какого-то монстра соорудить. И думают, что это поможет войне. Это не поможет. И вот последний монстр, которого они соорудили. Это просто, ребятки, ну вообще уже из области идиотизма какого-то. Значит, смотрите, есть такой 160-миллиметровый миномет у них. Не самоходный, конечно же. Который, ну, мин под который нет и так далее, и так далее. Ну, древние уже, древние годы использования и производства. И вот что они придумали. У них же большое количество танков Т-54 или Т-55 стоят на хранении уже там по 70 лет. И вот они решили сделать гибрид. Очередной гибрид, абсолютно ненормальный. Они устанавливают этот миномет на шасси вот этого самого танка. И думают, что это каким-то образом поможет им. А снаряды придется при этом клянчить у Северной Кореи. Что самое интересное, друзья мои, что вот такой же гибрид когда-то использовал Саддам Хусейн в 91-м году. Это чтобы вы понимали, откуда ноги растут. То есть, это не что-то новое. Это 91-й год. Такое уже придумывали. И вот они сейчас пытаются это то же самое как бы возобновить. Это, конечно, на что вам сказать. Это просто ужас. И для них, потому что, ну, конечно, никакого преимущества на поле боя эта штука не даст. Это я вам абсолютно точно говорю. Вот. Дальнобойность у нее 8 километров. Ну, соответственно, смотрите, любое поведро, оно будет уничтожено. Но сам факт того, что они это делают, сам факт того, что они пытаются производить каких-то сумасшедших монстров, ну, знаете, вот поляки, которые, осинтеры поляки, которые заметили вот этих монстров, где-то там на заводе, кстати, как это выглядит, вот можете посмотреть в описании к данному ролику, у меня есть ссылка. Так вот, поляки, которые заметили эти все вещи, они немножко офигели от вот такого вот скрещивания миномета, древнего миномета с антикварным танком. И они, как бы, написали даже, ну, теперь, мы, говорит, ждем скрещивания автомата АК-47 и булавы. Булавы, которые, да, помните, у Богдана Ахмельницкого, да, вот они теперь ждут такого уже скрещивания. Ну, просто, я вам говорю, это уже неадекватно. Но эта неадекватность говорит о том, что степень отчаяния, в которую погружен Путин, его больная голова и его больное окружение, она уже зашкаливает за всякие границы. Они не могут применить адерное оружие по тысяче и одной причине. Но, с другой стороны, они пытаются хоть каким-то образом добиться перелома на фронте. И вот создают монстров. Монстров, как в стиле, я говорю, позднего фюрера, бесноватого. И вот новый фюрер создает, как говорится, монстров в стиле старого фюрера. То этот бомбомет, то теперь вот этот самоходный миномет, под который у него даже мин нет, придется облизывать. В очередной раз ехать об ботинки товарищу Киму, чтобы он там дал эти мины 160 миллиметровые. Ну, короче говоря, полный аут и полное отчаяние. Вы же понимаете, от хорошей жизни, когда все идет по плану, скрещивать бульдога с носорогом и цеплять на него хвостик от земры никто не будет.